Диана Станкевич 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 которые тоже действуют на базах учреждений дополнительного образования. Новинки июня – электромобили без НДС и запарты по одному. В белорусских школах начались выпускные экзамены. Далее – обзор самых обсуждаемых заголовков дня. С 1 июня выросли цены на газ и тарифы на электричество. Плановое повышение анонсировали в конце 2019-го. Подорожали некоторые марки сигарет максимум на 25 копеек. В Могилевской области вступил в силу запрет на ловлю сама. Рыба пошла на нерест. В то же время разрешили добывать остальные виды речных обитателей. Вновь можно заходить в воду с судочкой или с пеннингом, использовать сразу несколько снастей и выходить на лодки. Также с начала лета Беларусь повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты. Ставка за тонну черного золота выросла на 1,5 доллара до 8,3. Прибавили бензин, дизельное топливо и масла. В школах Синёкой стартовали выпускные экзамены. Название текстов и номера заданий объявляют по телевидению и радио. Информацию также разместили на сайте Минобразования. Испытания проводят с учетом рекомендаций Минздрава. Мебель и полы обрабатывают дизраствором, помещения часто проветривают. Дети за партами по одному некоторые классы рассадили на два кабинета. Учащиеся, которые заболели коронавирусом или стали контактом первого уровня, остались дома. Их аттестовали по годовым оценкам. Проверка знаний продлится по 9 июня. На первом энергоблоке БелАЭС завершили вихретоковый контроль парогенераторов. Процедура помогает проверить состояние металла после горячей обкатки и найти минимальные полости и продольные поперечные трещины. Исследования провели с высокой точностью. Сквозь материал пропустили ток, измерили скорость и глубину прохождения. Дефектов не обнаружили. Напомню, физический пуск станции в Островце планируют провести этим летом. С 15 июня отменяют НДС на ввоз электромобилей. Нововведение предусмотрено 92-м указом президента. Мера распространяется только на белорусов и иностранцев, постоянно проживающих в стране. Труппе Могилевского областного драмтеатра присвоили звание заслуженного коллектива Республики Беларусь. Минкульт отметил вклад храма искусства в развитие национальной культуры и высокий художественный уровень. Первые спектакли на этой сцене прошли в конце 19 века. Сегодня в репертуаре больше 40 произведений. Страшная находка. Бобруйчанин стал рыть на участке траншею и выкопал человеческий скелет. Мужчина сразу позвонил в милицию. По информации следственного комитета, кости были завернуты в полимерный пакет и пролежали под землей несколько лет. Эксперты, судя по останкам, установили. Жертва, предположительно, женщина. Стражи порядка завели уголовное дело и разыскивают прежних хозяев участка. Стали очевидцем происшествия? Бьетесь над решением наболевшей проблемы? Есть эксклюзивные кадры. Корреспонденты «Бобруйск-360» готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон «Горячие линии» на ваших экранах. Новый альянс «Брестский электромеханический завод» вошел в состав «Бобруйска-Громаша». Новый филиал выпускает широкую линейку техники для обработки почвы, а также агрегаты для посева льна. По мнению руководства холдинга, объединение позволит расширить ассортимент выпускаемой сельхозтехники и выйти на новые рынки сбыта. Пром-гигант уже отгружает продукцию в более чем полсотни стран. Машины из города на Березине помогают аграриям в Европе и Азии, Африке, Северной, Центральной и Южной Америке. Кресты 15-16 века, старинные книги и рукописи, облачения священников. В Туголице открылся церковно-исторический музей. Мария Бушкевич заглянула на выставку, одна из первых. Деревня Туголица. 1300 жителей, сельский клуб, два магазина и храм. Идея создания музея родилась у его настоятеля, отца Федора, более 20 лет назад. Будущие экспонаты приносили знакомые. С миру по нитке. Теперь выставка доступна каждому. Первые экспонаты – это изразцы 17 века, фрагменты горшков, глиняный подсвечник, тоже фрагмент. Вот это все хранилось у меня дома, в коробке. Главная реликвия – оловянный крестик времен Киевской Руси. Священный символ нашли под Шкловом. Рядом настоящий клад медных монет Великого княжества Литовского, старопечатные книги, священнические облачения, старинные иконы и рукописи – россыпь предметов крестьянского быта. Этот сундук будто из сказки. По некоторым данным, его хозяином был белорусский поэт Павлюк Багрим. Внутри экспоната середины 19 века сохранились картинки из журналов европейской моды. Создать еще дворянский уголок. Нам с Бреста должны привезти шкаф-горку, дубовый шкаф. Начало 20 века. Всего на 30 квадратных метрах разместилось порядка 300 экспонатов. Расписание работы выставки специфическое – с 11 до 3 дня. Тем не менее, здесь уже ждут гостей со всей страны. Мария Бушкевич, Владимир Гребеневич, Бобруйск, 360. Лето красное на пару с проливными дождями. Июнь горожане встречают во всеоружии – ветровках и зонтиками. Днем воздух прогрелся всего-то до 13 градусов. Ощущалось и вовсе на плюс 6. Надолго ли тренд, уточнила Кристина Арианс. Неустойчивая погода сохранится в течение недели. Синоптики прогнозируют дожди и грозы. Однако к выходным потеплеет. В субботу уже будет около 23 градусов выше нуля. По предварительным данным, ждать от июня высоких температур не нужно. Поэтому не стоит стихийно скупать сланцы и сандалии. В пору придут легкие непромокаемые кроссовки. В Иране бушуют лесные пожары. Пламя уже уничтожило 500 гектаров зеленого массива. Больше всего пострадали заповедники. К тушению подключены военно-воздушные силы страны. К труднодоступным местам подбираются на вертолетах. На Центральную Америку обрушился тропический шторм. Циклон принес сильные ливни и порывистый ветер. Множество рек вышло из берегов. В регионе сошли оползни и камнепады. Затоплены улицы городов и крупные автомагистрали. Завтра в Бобруйске будет сплошная облачность и дожди, возможно, с грозами. Лить будет без остановки. Ветер восточный порывистый, температура воздуха ночью 7,9 выше нуля, днем плюс 12,14. Кристина Рианц, Максим Глеонко, Бобруйск, 360. Это все из событий к этой минуте. Следите за нами в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»!